Сегодня я в роли туриста, а не журналиста и изучаю Рязань, словно бы в первый раз. По условиям у нас два дня выходных, а на экране будет отображаться счетчик. Сколько же денег за эти выходные я потрачу. Ну, начнем мы нашу экскурсию, естественно, с Кремля, самого красивого места Рязани. Преимущество посещения Кремля для туристов в том, что это абсолютно бесплатно, поэтому на счетчике по-прежнему ноль. Первой тратой будет мороженое. Лето в этом году жаркое, поэтому за стаканчик сливочного лакомства придется отдать 51 рубль. Во время прогулок нужно и жажду свою утолять. Врачи рекомендуют пить минимум 2 литра воды в день, это 4 литра за выходные и минус 162 рубля из моего кошелька. Кстати, цены по сравнению с прошлым годом выросли, поэтому быть рязанским туристом стало чуть дороже. Подорожание воды объяснимо. Лето жаркое, спрос вырос. У мороженого же увеличилась цена на производство, а вот стоимость за место для ночлега тоже меняется. Ночевка в трехзвездочной гостинице обойдется в 1290 рублей. Но помимо ночевки нужно же и по городу погулять. Бесплатно? Везде. Платных же мест выбрано два. Первый – это музей истории воздушно-десантных войск. Посещение такого брешь в кошельке не пробьет. Обойдется в среднем в 100 рублей за билет. Кстати, на 12 рублей дороже по сравнению с годом прошлым. Причина – музей компенсирует отсутствие туристов из-за пандемии. Второй же – это дом родителей Сергея Есенина и усадьба в Константинове. Цена та же, только плюс сумма на проезд. Если автобусом, то 280 рублей. А с комфортом на такси и того дороже – 314. Погуляв по городу, можно и отобедать. Туристам стоит попробовать рязанский калинник. Но одним десертом сыт не будешь. Два обеда и минус 525 рублей из кошелька. Один ужин в ресторане – 1604 рубля. Забавный факт – в рязанских ресторанах цены за год не изменились. Во время прогулок по городу можно подкрепиться и фруктами. Это полезнее и дешевле. Это, например, сорт гала. Стоит 55 рублей за полкило. На 12 рублей дешевле, чем годом раньше. Ими можно как самому подкрепиться, так и накормить местную фауну. Белки уже стали своеобразным символом центрального парка культуры и отдыха. А любят они не только орешки, но и яблоки едят с удовольствием. Но на одних только парках и скверах останавливаться не стоит. В Кремле побывали, в Константиново съездили. Куда теперь? Экскурсоводы советуют выходить за основные туристические маршруты. Например, улица Затинная. Здесь такое скопление интересных объектов. Например, вход Иерусалимский храм, возле которого мы с вами находимся. Благовещенская церковь буквально здесь в двух шагах. Казанский женский монастырь тоже рядом. Здесь же Дашковская богодельная. Памятник архитектуры конца XVIII века. У нас их очень мало памятников архитектуры гражданской того периода. Река Лыбит здесь выходит на поверхность, что немаловажно. И буквально в двух шагах торговый городок. И это объекты, расположенные только на одной улице в Рязани. По всему городу наберется прилично остановок для туристического маршрута. Кстати о нем. За два выходных дня получилась немалая сумма. 4486,5 рублей. Это больше, чем летом прошлого года, говорят специалисты Банка России. Именно они, индекс туристы, и рассчитали. Причиной такого подорожания называют рост инфляции. Если мы посмотрим с вами индекс инфляции в целом по Рязанской области, то он, например, в июне составил 7,1%. То есть почти в два раза больше, чем тот индекс туриста, о котором мы с вами разговариваем. А по Российской Федерации инфляция составила в целом 6,5%. На сегодня этот уровень инфляции, который в общем по Российской Федерации и по Рязанской области сложился, он говорит о том, что инфляция ускоряется. Но, в принципе, Банк России проводит денежно-кредитную политику, направленную на то, чтобы инфляция находилась вблизи цели в 4%. Естественно, индекс туриста подсчитан примерно, только по 9 позициям. Например, одни выберут хостел вместо трехзвездочного отеля. Плюс мы пожадничали, не купили ни сувениров, ни гостинцев для друзей. Поэтому цена может варьироваться. Зато средняя сумма теперь известна. А уж дорогая ли Рязань туристическая или нет, решать только гостям города. Валерий Седов, Игорь Глотов, Михаил Лазуткин, телекомпания. Город. Игорь Глотов, Михаил Лазуткин, телекомпания. Игорь Глотов, Михаил Лазуткин, телектур,amily. Игорь Глотов, Михаила Лазуткин, телекомпания. Продолжение следует...